Всем привет, друзья. Привет. Вы, как обычно, на канале с своим ходом. С вами Лизончик, Виталик. Если вы нас знаете, то, ну, welcome. Начинается очередной офигенный бомбический выпуск. А если вы в первый раз на нашем канале, то, ребята, у нас очень много всего интересного, не только путешествия по огромному количеству стран, еще взаимоотношения, всякие семейные разборки, приключения. В общем, очень круто. И в этом сезоне мы вам покажем город Алания, это курорт Турции, но это будет необычный сезон, потому что мы арендуем скутер и на нем исследуем все места. Самое интересное, заберемся в горы и расскажем, почему вам стоит сюда прилететь, потому что мы уже в восторге. Погнали. Закончились две недели монтажа, я чуть не сошел с ума. Сейчас вы наблюдаете, что здесь нет моего компьютера, за которым я монтирую видео, потому что он уже в рюкзаке, и мы наконец-то летим в Турцию. Я сейчас посмотрю на эту кнопочку нашу серебряную, на которой написано 100 тысяч подписчиков и просто в голос проорал, в чем она. Видимо, это вкусно, суп ем здесь во время монтажа. Ладно, все, прощай место рабочее, мы скоро вернемся. Я очень надеюсь, что вам понравился сезон с велопохода, я конкретно старался, и сейчас мы летим в Турцию. Да уж, погодка, конечно, способствует тому, чтобы мы свалили куда-нибудь отдохнуть. Я сейчас просто как зомбак выхожу. Ты как, готова ехать в Турцию? Я готова. Ну и погодка здесь, ребята. Называется, весна началась. Уже добрались до аэропорта. Мы в аэропорту Пулково. Две водички, 296 рублей. Россия, щедрая душа. У нас до вылета час целый, и мы, как обычно, по традиции заходим в шоколадницу, набираем себе много разных вкусных блинчиков. Я взял себе блинчики с маком. Блинчики с малиной. И вот такие вот фруктовые, чайковские здесь ароматные. Все, мы уже в самолете. Лизончик сейчас читает ваши комментарии. Лететь нам 4 часа. Увидимся в Турции. Ржачно там вообще, да? Вообще очень. Вот такие комментарии ржачные пишите, мы просто усваиваемся вообще. Это особенно про нихера я сейчас прочитаю вам. Я тоже свои любимые дарю нихера. Нихера. Самый четкий подарок любимым. Спроси, что Виталик мне подарил. Ваш самый любимый вопрос. Вот такая у нас красота на обед. Смотрите, миниатюрный салатик. Это десерт, тирамису. И здесь у нас говядина с овощами и рисом. Блин, я понял, что я вам не сказал, какой компанией мы летим. Летим мы компанией Turkish Airlines. Итак, друзья, наш первый день в Турции. Мы проснулись, вам позже сделала обзор нашей хаты. Давайте посмотрим. Ешкин Матрешкин. Вот это красотища. Посмотрите, как круто. Обалденно. Вид на горы с заснеженными вершинами. Внизу бассейн. Что-нибудь крута территория. Мы заселялись ночью, ничего даже не видели этого. У нас двухэтажная квартира. Вот там вот спали. А здесь Лизончик уже готовит завтрак у нас. О-ля-ля. Смотрите, на нее такая приготовила. Яичница в бутербродике такая с патчами сидит. Что за патчи такие? Для глаз. Хороший жжен. Кофе приготовлен. Затра встал, помылся, вышел из душика. Бахнул кофеечку. Закусил бутербродиком. Сверху шлифанул яичкой. Ты такой белый, как смерть. Вообще, тебе срочно на пляж надо. Ну вот. Сенсенец портал. Вот это я понимаю, ребят. Прилетели из прохладного Питера в Турцию. Солнышко, ярко, тепло, красиво. И прямо сейчас мы выберем место, куда мы полетим после Турции. То есть, когда сезон из Турции закончится, начнется именно то место, куда я выберу сейчас билет. Открываем наш любимый авиасейл. Выбираем, откуда мы летим. Выбираем, куда мы летим. Выбираем даты. Туда, обратно или в одну сторону. Выбираем число пассажиров и нажимаем поиск. Из предложенных вариантов выбираем себе самый оптимальный, чтобы подешевле было. Там меньше пересадочек. На него переходим. Ну, дальше все просто. Оплачиваем картой. И уже после Турции сразу начнется следующий сезон из новой страны. А пока что насладайтесь Турцией. Итак, друзья, мы уже в городе Аланья. Смотрите, есть скутеры в аренду. Сейчас будем узнавать, сколько стоит. Будем передвигаться на скутере. Даже есть велосипеды в аренду. Hello. How much rent bike? Hello. Hello. По-русски? Да. А сколько стоит аренда скутера у вас? 20 долларов. 20 долларов. А с полиции нормально здесь? Нормально, нормально. Ну, если останавливать, то права показала. Дальше поехали. Главным шлемем просто есть? Да, обязательно. Так что вот так вот, 20 баксов. Ну так, с барской ценой. Такого ажиотажа на аренду байков я здесь не вижу, потому что не очень много контор. Конечно, удивляет то, что заходишь в контору, тебя встречает местный чувак, спрашиваешь у него цену. Тут же выходит русская женщина. Вообще очень удобно договариваться здесь. А так вообще очень приятно. Здесь, друзья, гулять по Аланье. Классные, спокойные такие улочки в европейском стиле. Огромное количество магазинов, сувенирка, одежда. Столько много вот таких вот открытых кафе. Сидишь так на солнышке, греешься, да? Такое впечатление, что мы находимся в каком-то небольшом европейском городке. Но настолько приятно. Сейчас еще солнышко такое, знаете, нет жары. Вообще погода такая комфортная. Ребята, кто-то мне говорил, что в мае в Турции холодно. Обалденно просто. Тебе в куртке не жарко? Я вот сейчас иду в футболке, и я хочу ее, даже ее уже снять, пойти купаться. Я просто ее накидываю, я в ней, ну, чтобы в руках не носить. Опа-на, а что это я вижу? Это шканадная дорога. Вот это сейчас я удивился. Я не знал, что здесь есть. Обязательно прокладимся наверху какая-то. У нас стоит крепость. Историческое ценное, наверное, место. Круто. Кстати, можете нас поздравить с обновлением, потому что сейчас видео снимается на новую камеру. Потому что старое у нас разломалось, ребят. Вы как блогеры уже замесили вас. Привет, чао. А вот и подписчики. Здравствуйте. Чао, итальянцы, что ли? Какие итальянцы? Руси и Злата. Меня Брайн зовут. Марис. Очень приятно. Будете у нас на канале. Здравствуйте. А мы вас увидели в сингла, сингла Джори. А вы все смотрите, что ли, нас? Да. Обалдеть. Местами не очень профессионально. Такой, давайте критику в реальном времени. Не, ну я вот и говорю, что... А что не нравится, да? Еди много, да? Не то, что много. Нет, кстати, вкусно едите, красиво тогда и рассказывайте. Много чего интересно показываете, но, может быть, истории какой-то чуть-чуть надо добавить. Может, еще что-то. Не знаю. Не, ну так вот, не, ну серьезно. Вот если так посмотреть, чтобы там достопримечательность. Вот такая достопримечательность. Как добраться, как доедать. Ладно, все. Спасибо, ребята. Счастливо. Хорошего отдыха. Привет вам из Юрбалы. Называется своим ходом, только вышли на улицы, да? Это пляж Клеопатры. Посмотрите, как здесь живописно. Вот там наверху находится крепость. Все с видом на фуникулер. Вообще красота. Все лежат, купаются, загорают. Несмотря на то, что сезон только начался, да, температура днем 23 градуса, люди вон купаются. Блин, вообще классно, да? Вода очень крутая, бирюзовая. Нас опять узнали. Да. Я вчера вам, кстати, писала. Серьезно? Да. Мы, если не ответили, еще не дошли до сообщения. Нет, вы сказали, что вы не можете. Вас как зовут? Меня Сантанат. Я здесь живу. Классно. А, все, да, я поняла. Да. Я вот... Я переехала сюда. Слушай, я чувствую, нужно встречу с подписчиками делать, да? Да. Где-нибудь в кафе кальян попалить. Ну, вот, очень, значит, хотели встретиться. Да, ну, а я, кстати, вас оттуда увидела. Виталика увидела. А чем занимаешься здесь? Я пока ничем не занимаюсь. Отличное занятие. Вот такое. Пока кайфую. Ну, все, ладно, может, тогда напишем пост, соберем, может быть. Время будет. Ты сейчас снимаешь? Я тоже буду? Да. Подписывайтесь на канал своим кодом. Классные ребята. Ладно. Все, на связи. Чувствую, все наши выпуски здесь в Турции будут состоять из наших встреч с подписчиками. Я, на самом деле, в шоке. Ну, в Турции вообще не были тысячу лет. Даже здесь ничего не снимали, да? Угу. Просто вышли в первый раз в город, уже узнала столько людей. Спасибо, что подходите. Очень приятно, да? Да, очень приятно. Я аж засмущался. Давно просто не подходили. Мы отошли чуть подальше, уже от края пляжа. Посмотрите, есть как бы местар, где лежаки свободные. Но все равно, учитывая, что сейчас начало сезона только, да, посмотрите, там вдаль все занято. Блин, ну вот цвет воды потрясающий. Такая бирюзовая водичка. Волны. Глядя мы туда, вообще можно взять с собой просто доску, да, серферскую, спокойно покататься. Очень легко. Мне классно. Я вообще люблю, когда море неспокойное, а когда какие-то волны есть такие, знаете, нормальные. Друзья, мы справились с задачей. Видите, там очень много байков, один из них наш. 18 евро сторговались. Везде одна процедура. Сейчас у нас заполняют документы, оформляют то, что мы арендовали скутер и вперед. Мы проверили все документы, что это оригинал, а не копия. Все нормально, Лизон, да? Все хорошо. Ну что, друзья, вот наш белый красавчик. За 18 евро за сутки взяли его на 8 дней. И мы сейчас попробуем забраться вон туда, в гору, потому что я сейчас один прокатился. Что-то он не тянет, как бы, особого выбора байков здесь нет. Я один-то заехал, посмотрим, сейчас мы с Лизой заедем или нет на эту гору. Потому что здесь очень много гор, как бы, если мы в гору не вытянем, смысл убрать его? Только по берегу ездить, да? Все это сейчас максимально, я просто ручку выжил, вообще просто в пол улетело все сейчас. Готор у нас не горит. Нет, сюда, наверное, уже не затянет. Все. Все, это финиш, братан. Это максимум, то есть вот туда вверх мы не затянемся с тобой. Блин, ну надо что-то уж придумать. Помощнее. Смотрите, как красиво, ребята, горы. Вообще. Вы чувствуете, что назревает просто гадейший контент из Турции? Потому что на скутере про Турцию еще никто не рассказывал. Сейчас пойдем менять байк? Да вроде нормально как бы, мне кажется, мы не будем в такие горы высоко подниматься. Ну что, мы готовы, посмотрите, на нас строительные каски. Что, пойдем смотреть недвижимость? В плане. Шутка. Погнали прокатимся, что-нибудь покушаем вкусного, доедем до какой-нибудь кафешечки. Наш скутер готов. То есть по Турции мы еще ни разу на скутере не катались, да? Необычное ощущение. Вперед. Приехали на заправку. 15 стоит 2 литра. То есть 1 литр 7 лир. Первые катания прошли успешно. Нормально. Необычно, конечно, ехать на скутере. Прикольно, что у нас впереди всего 8 дней. Вообще все успеем посмотреть, все показать. Отведаем турецкой кухни, если можно так назвать. Мы сели прямо на берегу, рядом с пляжем. Нам посоветовали ресторан, который называется Green Beach. Принесли аперитивчик для разогрева. Мы все же рыбы заказали разные, смотрите. Смотрите, какая мягкая булочка. Смотрите, я обожаю просто. Классно, да? Здесь еще у нас получается вот это со сметанкой какой-то соус. Это с томатами перемешанный. В начале сезона классно, что не так много людей, да? То есть кафешки, они вот не полностью заполнены. Вообще классно. Мне очень нравится то, что не жарко. Так обдувает свежий ветерочек. Даже холодновато немножко, да, к вечеру становится? Вот такая красотуля. Так вот берем. Делаем себе супер турецкий бутербродик. С двойной начинкой. Смотрите, какая красота. Вообще, когда вот аперитичники приносят, это вот о чем-то говорит, да? О том, что ресторан хороший. Мы выбрали ресторан, но как бы не дешевый. Красота. Спасибо. У нас салат, который называется Caprese. Можно вот такой вот бутерброд делать. Сыр моцарелла, прям такой пласт. Я, если честно, еще немного не одуплился. У нас просто был перелет. Мы не выспались сегодня. Сегодня первый день. Я сейчас, знаете, как будто с луны спустился. Завтра, думаю, уже лучше с Саней будет. Скорее, с девятки он спустился. Да, скорее всего, с девятки я спустился, потому что, ребята, две недели не выходил из дома. Так вот, не выходишь из дома, потом хоп, и оказываешься в Турции. Ощущения неповторимые. Лиза взяла себе вот такую рыбку. Как это называется? Лосось. У меня там какое-то, смотрите, специальное приготовление. Фольгу открывают. У меня Сибас. Спасибо большое. Пожалуйста. Приятного аппетита. Какая красота. Посмотрите. В общем, вот мое блюдо, вот твое. Причем, у меня стоит дешевле, и у меня блюдо гораздо больше, чем у тебя. У тебя еще и слад такой отдельный. Спасибо большое, у меня лосось. Типа у тебя пафосная рыбка? У меня такая немножко для нищебродов, да? Вот, да. Вот эта корочка такая поджаристая. Просто топчик. Ребята, всем советую. А у меня, смотрите, она еще на хлебце поджарена. Обалдеть. Обалдеть, просто так вкусно. Это даже лучше лосось, чем я думаю готов. Прикинь? Сейчас я твой попробую, а потом я уже на свой шедевр переключусь. Лососик. Ну-ка, Лизончик. Лососик. Да, это вообще пушка. Это просто пушка. Очень такое нежное мясо. Обалдеть. Давайте заценим сибас. Это вот такая порция, сверху у нас перчик пластами сделан. И получается под сибасом находится, видимо, картошечка, да? Да, там картошка. Тоже, видите, картошечка нарезанная. Сейчас мы заценим сибас. Да, конечно, после лизончика рыбки так себе удовольствие. Серьезно, тебе что-то не нравится? Вкусная, но после того, когда я пробовал этот шедевр, конечно, эта рыбка кажется уже такой, знаете, обычной. А слад тоже непростой. Здесь огромные вот такие вот дольки авокадо свежего, мягкого. Обалдеть. Я разгадал секрет правильного потребления этой рыбы. Ее нельзя просто так вот есть. Ее нужно разламывать, перемешивать с этой картошкой, луком и соусом, который внутри внизу выделился. Вот она очень вкусная. Поели мы на 33 евро 28 центов. Ну, мы и есть с тобой, Попсон, а? Платим картой. Объелись просто до отвала. Сейчас пойдем, зайдем на пляж, вам покажу. Ресторан рекомендуем отлично. Классный, да? Просто супер, очень вкусный. Все люди лежат, загорают. Посмотрите на нас. Кстати, не жарко, я не знаю. Я даже как бы особо купаться и не хочу. Солнышко пропало, да. А вот так погулять очень комфортно. Мы обычно, так, ребята, по вашему запросу, мы теперь вставляем каждый раз, когда не жарко, или не холодно, или какая температура воды, мы вставляем вот что. Это температура в прямом. Прямо сейчас 22 градуса здесь. Да. В Аланье. 22 градуса, а температуры воды здесь нет. Но мы попробуем. Если кто-то может нам подарить термометр для воды, будем рады, присылайте. Будем подходить, совать термометр и мерить температуру, да? Да, для вас. Все для вас. Слушай, ну смотри, все лежат, загорают, да? Комфортно, вообще не сгоришь. Ну все, я туда не пойду, там песок. Пойдем, пойдем. Пойдем. Так. Вообще очень необычно, да? Так на пляж заходишь, и все люди голые лежат, ты только в одежде запутанный ходишь. Смотри, какой песок интересный, он из камней состоит. Да, песочек вот такой вот, зацените. То есть крупный, даже не мелкие камушки, они крупные, да? Ну как бы это не песок, а камни. Это мини-галька, поняла? Очень прикольно. В общем, вот такой пляж, посмотрите, как раз-то огромное количество шезлонгов. Видом на горы, вот там находится крепость, на которую мы обязательно заберемся. Ну и вот такая атмосфера на самом пляже. Классно. Я вообще в восторге. Волны даже не такие сильные. И выходы с пляжа тоже сделаны, смотрите, для людей. Вот такие вот тропинки деревянные, да? Сможем туда вот пойти, можно выйти. Можем туда пойти погулять. Вообще красота. Хочется сказать, знаете, Европа, а это Турция. Ну вообще сделано все, конечно, очень цивильно. Вот приезжаешь и это того стоит. Души, пожалуйста. Вот здесь души, да? Прям души стоит. Переодевалка вот там чуть подальше. Кафешки есть, рестораны. Не уходи, пожалуйста, сфотографируй. В инстаграм твой? Мил человек. В твой. Глаза в твой. Прорекламируй свой инстаграм. Это, конечно же, инстаграм своим ходом. Яркие фотографии, полезный контент, бомбящие посты. Это все там. Знаете, вот иногда напишешь постик такой с душой, выложишь, заходишь через 15 минут. А там 2000 комментариев. А там 1000 комментариев просто. И все вот такие. И все что-то рассказывают, друг другом переписываются. Я вас обожаю. Вот здесь наш скутер стоит, никто не украл. Забираем шлемы наши. Фирменные строительные каски. Мы приехали на рынок за фруктами. Рынок, кстати, передвижной. Так что он постоянно в разных частях города. Нужно знать, где находится. Обалдеть вообще. Нехилый такой рыночек, да? Рынок, конечно, впечатляет вообще. Обалдеть просто. Лиза клубнику видела. Смотрите, вот клубника 1 килограмм 10 лир стоит. Килограмм яблок 3,5 лир. Дыня 10 лир за килограмм. А здесь у нас вареная кукуруза. Или даже на гриле. А сколько стоит она? 5 лир. 5 лир, ага. А вы только зацените, насколько здесь мощные арбузы. Обалдеть. 5 лир за килограмм. Вот, например, огурцы 1,5 лир за килограмм, да? А помидоры 4 лир за килограмм. Это получается такая площадь в центре Алани. И смотрите, здесь же находится мечеть. Вот она торчит. Здесь у нас сушеные фрукты. Всякие конфетки на разрез. Сладости турецкие. У них еще очень много вот таких вот лавок, где делают свежевыжатый сок. То есть берутся апельсины и с помощью этой установки выжимается натуральный сок. Вот смотрите, например, гранатовый сок стоит всего 5 лир. В общем, берем себе 2 килограмма клубники. 1 килограмм стоит 10 лир. Достаточно, смотрите, как крупная. Здоровая вообще. Сочная. Как зовут? Тимур. Тимур. Вот еще Стесли подписчик одного. Привет, да. Вообще, смотрю, ребята классные вообще. Супер обзоры делают. Также есть вот эти вот знаменитые турецкие сладости. Кто такие пробовал штуки? Я им помню объелся. Рахат лухун, да. И я больше в меня не лезет. Как знаете, бывает, просто вот понравилось, ты ешь, ешь до отвала, и потом у тебя это вызывает отвращение. Это вот та же самая история. Я вот это очень смачиваю. Батончики свежие. Просто от них так пахнет, ребята, свежими батонами. Давай, ты уже у меня смартный батончик. Время просто отличный. Представляете, специи, фрукты, овощи. Попробуй, пожалуйста. Спасибо. Попробуй, потом. Окей, окей. Классно то, что все на русском разговаривают, да? Вообще, не нужно никакие языки знать. Все понимают все. Здесь есть такие вот эти знаменитые чаи, которые в виде порошка. 100 грамм 10 лир стоят. В пользу этого случая хочу передать привет маме. Мы когда были мамой в гостях на даче, она говорит, обязательно возьмите чая. Самая минимальная цена, которую можно получить, 35 лир. Мам, самая минимальная цена 7 лир. 4 лир. А, 4. А имбирные 7. Ну, потому что, типа, другое качество. В общем, просто приезжайте на рынок. Здесь реально адекватные нормальные цены. Все, мы затарились на сегодня по полной программе. Едем домой. Выспимся хорошо. Никогда не думала, что приеду в Турцию и буду стоять в пробке. С мужчиной, который сидит в каске за рулем. Тебя вообще видела? Покажи себе. А что я? Я красотка. Вот эта дорога, по которой мы сейчас едем, такая мощеная. Эта дорога вдоль набережной. То есть, вправо от нас сейчас находится пляж. Борода Ланя. А еще у нас, вы чувствуете, да, очень шикарные, очень шикарные тормоза. Просто жестокие. Завтра скудр будем менять. Ну что, Персик? Как тебе первый день в Турции? Ты мне не купил арбуз. Места нет. Так, полрынка скупила уже. Не купила арбуз. Полрынка – это 2 килограмма клубники и 500 грамм чая. Для Виталика это полрынка. Видите, нужен был сахар для клубники. Зашли в магазин. Маленького сахара не было. Она 2 килограмма взяла. Видите, еле Дэни его сахар скупают. Видите, 2 килограмма клубники на 2 килограмма сахара. То есть, ты будешь гладить хумничку? Сейчас так размешаем. Ты будешь гладить хумничку, сверху ложку сахара насыпать? Посмотрите вокруг, насколько красиво все сделано. Такие домики небольшие, пешеходные переводы, мощеная, брусчатка. Вот эта вот набережная, очень длинная, между прочим, дорога. Есть здесь погулять, куча магазинов, кафешек. Прокруто. Мне вообще нравится, когда вот города, в них есть ограничения и не разрешают строить высотные здания. Здесь максимально, насколько я понял, 5 этажей, все. Это вообще очень мило смотрится. Мне кажется, так и должно быть. А то приезжаешь куда-нибудь в высоченные дома, они вообще не вписываются в ландшафт, который рядом с пляжем находится. В Шанхае, например. Ну в Шанхае еще, в Шанхае все-таки Китай там очень… В Шанхае вообще не вписываются. Там очень много населения, а здесь вообще не нужны. Тут горы, потому что если здесь построить небоскребы, эти горы перекроются и вот эта атмосфера потеряется просто в этих небоскребах. Вот на таких мотиках подгоняем. Вот за автохоллозем нормальным будет. Школьник в каске на своем скутере. Также вдоль набережной установлены тренажеры, чтобы приводить себя в форму после шведского стола и после турецкой шавермы. Но, конечно, ребята, все как потрясающе сделано. Молодцы. Заезжаем в район, в котором мы живем. Мы живем в апартаментах в 7 километрах от центра города. Это нам налево сейчас ехать надо. А, вот сюда. А Виталик не знает, где мы живем. А я потому что забыл. А, да ты что. В общем, вот наш апартамент, там бассейн даже есть, посмотри. Называется Лори Куи. Эй, чувак. Бип-бип, 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 мы приехали. Ой, смотрите, открывается. Это да. Спасибо. И можно подъехать прямо к парадной, да? Да. Красота. О, здесь мы живем. А это наша парковочка. Это мой каменный зад. Байк просто ужасный. Зад поменяем, да? Ужасный. Я сижу вот на этой фигне, это так больно, ребята. А еще посмотрите, у нашего байка такая необычная каемка. Вот смотри, такой типа каркас железный, да? Угу. Не знаю, в чем прикол. Сюда ноги ставить. Знаешь ли, что напоминает? Как есть аттракцион, наши машинки вот эти вот друг друга врезаются, да? Чтобы не разбить байк. Нет, это знаешь, что напоминает? Эти брекеты. Ну пойдемте, сделаем вам обзор жилья. О, красота. Байкеры вернулись. Итак, наша квартира. И пока Лиза у нас моет посуду здесь, я сделаю полный обзор, постараюсь. В общем, это первый этаж. Вот здесь у нас находится один из туалетов. Здесь же находится тушь. Вот такая здесь светлая обстановка. Соответственно, здесь гостиная с таким угловым диваном. Есть телевизор, стол. В общем, все как нужно. Огромный такой обеденный стол. Ну и здесь все, что касается кухни. Плита, холодильник. И даже в комплект идет посудомойка. Вот это такая замечательная Лиза. Она очень хорошо справляется с этой задачей. Ладно, шучу. Здесь есть вот такая вот посудомойка. Имеется балкон. И балкон, конечно, шикарный. Я вам скажу по секрету, здесь два балкона. Этот находится на первом ярусе квартиры. Сюда выходит кондиционер. Здесь тоже есть стол. Вид, конечно, божественный. Все такое зелененькое, аккуратненькое, красивое. Вот вся территория этого жилого комплекса. Есть свой мини-аквапарк. Длинный достаточно бассейн. И сногсшибательный, такой козырный вид на вершины гор. И как видите, вон те вот вершины, они до сих пор еще в снегу. Первый ярус мы посмотрели. Наша посудомоечка продолжает уборку обеденного стола. И мы с вами поднимаемся на верхний ярус. Это, получается, такая квартира для больших семей, у которых уже есть дети. Вот здесь у нас находится спальня. Мы уже здесь ночью переночевали. В принципе, нормально. Кондиционеры везде стоят. Вот такая кровать. Сорян, что это тут немножко не убрано. Балкон. Смотрите, какой он огромный. Здесь также выходят кондиционеры наверх. И получается вот такая двухэтажная квартира с обалденным видом. Вот выходишь с утреца, берешь чашку кофе или чая. И начинается новое утро вот с таким потрясающим видом. И на втором этаже также имеется душ, раковина и туалет. И прямо рядом с нашей комнатой, где мы спим, есть детская комната. Тут уже две односпальные кровати. Раз, два. Тумбочка у каждой кровати есть. Вот, собственно, и весь обзор. Здесь, конечно, можно много ходить, делать акценты на разные вот такие мелочи. Но мне главное, чтобы вы поняли масштабы этой квартиры. Она реально огромная. И здесь очень комфортно находиться. А ты показал гардеробную под лестницей? Нет, а где? Это знаешь, как в фильмах. А, вот здесь я даже не заметил. Прикольно. Здесь прячется. А, круто, да. Смотрите, гардеробная. Прикол. Очень много места здесь. Смотрите. Вот так выглядит клубника, когда вы видите ее на рынке и покупаете. Так. А так выглядит клубника, когда вы приходите домой. Нет, там есть какие-то крупные? Просто они замиксованы. Ну, с ума она очень вкусная должна быть. Спелая. Шутка такая. Знаете, шутка, а шутка прибалка. Ты тоже был смеяться, да? Так смешно. Понимаешь, мем такой. Мем? Ты ничего не понял. Все испортил, всю шутку. Этот момент настал. Смотрите, тот самый сахар 2 килограмма. Ну, давай. Как тебе хлопничка турецкая? Воу. Амейзинг? Угу. Угу. Бамбео. Сочная. Ну-ка. Просто пушка. 100 рублей килограмм сочной клубники. А мы что-то едим, едим и понимаем, а что мы сидим здесь? Когда у нас есть балкон, блин. Посмотрите, какая красота. Сел на свежем воздухе. И по поводу квартиры. Ее можно не только арендовать, но еще можно купить. И здесь в Турции лидирующее место занимает компания Summer Home. Мы с ними лично знакомы, реально классные ребята и знают свое дело. Эта компания международная. И ребята сюда приглашали многих блогеров. Мы зашли просто ради интереса, почитали комментарии и поняли, что на YouTube обзор жилья лучше не снимать. Поэтому просто вам порекомендовали. И вот те, кому интересно приобрести жилье здесь в Турции, то ссылочка в описании будет. Ссылочка на их канал будет в описании. Просто зайдите, посмотрите, как они снимают обзор жилья. Они называют все цены. И что очень важно, у них нет наценки. То есть сама компания застройщик, им платят проценты с продажи. Они сами себе ничего не накручивают. Это очень важно. И плюс в том, что они разговаривают на русском языке. Приезжайте, вам все объяснят. И можете даже, если вас заинтересовала какая-то квартира, просто набрать, позвонить, узнать, если вам понравится. Берете, приезжайте и смотрите жилье, которое здесь есть. Ребята также помогают сделать вид на жительство. Все необходимые документы. Я все ссылочки внизу оставлю и на видео. Посмотрите на их сайт. Просто напишите, можете позвонить. Все это бесплатно. Проконсультируйтесь, поинтересуйтесь. Если заинтересует, приезжайте. А наша задача просто показать вам, что Алания это действительно классное место, куда стоит приехать, отдохнуть. А если понравится, то еще и остаться здесь жить. Так что продолжаем. Оу-май. А кто это у нас здесь такой симпатичный стоит? А мы тут сфотографируемся. Оу, я думал, тебе вообще еще только одно полотенце, что ли? Оу-май. Что ты со мной делаешь? У-ля-ля. У-ля-ля. Все. Мы любим. И в следующем выпуске мы просто разорвем YouTube. И покажем самый офигенный контент из Турции. Все, давайте, увидимся. Пока-пока. Ты жопку смотри не разорвалась. С vir Pandora.